Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину, не то в другую точку тела этих самых соседей, для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах. Поэтому мною было принято решение провести проверку сил немедленного реагирования, чтобы наше общество понимало, что у нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Вот эти силы немедленного реагирования, мною было принято решение проверить. Мы проверяли два направления, западное и северо-западное. Отвечал за это госсекретарь и весь госсекретариат. Я точно знаю, что все было абсолютно закрыто, скрыто. И все как в военное время. Были подняты соответствующие подразделения с определенной задачей. Средства массовой информации и особенно наше телевидение, наше общество с этим знакомило. Помните, выход, переправа двух подразделений через Ньоман и Березину, понтонные мосты, которые должны были возведены быть быстро и обеспечить переход. А также мы прикрывали южное направление силами Денисенко. Ребята выходили по своим направлениям, не форсировав никаких преград. Меня, конечно, в этих предложениях, которые были внесены на мое рассмотрение, настораживало только одно. Из опыта моей службы марши совершались очень далекие, длительные, больше ста километров. Меня это напрягало. Ну, знаете, всякое может быть войну. Я согласился. Поэтому мы провели тренировку и учение сил быстрого реагирования в армии. На всякий случай. Все мы должны учиться. Редактор субтитров А.Семкин